Продолжение следует... Взгляните на лицо. В нашей стране живут тысячи людей, заслуживших кровью и потом титул ветерана. Одни из них прошли ужасы войны, вторые всю жизнь трудились на благо Отечества. Мустафе Камаловичу Абдулаеву, председателю Нальчикской городской ветеранской организации, исполнилось 85 лет. Глядя на Мустафу Камаловича, понимаешь, возраст для человека не главное. Мудрый, опытный, честный, руководитель, обладающий высокими организаторскими способностями. Всегда в деле, решающий самые сложные проблемы и задачи на благо ветеранов войны и труда. Мустафа Камалович, поздравляем вас с юбилеем. Вы очень энергичный, жизнерадостный человек. От вас исходит такая добрая, теплая энергия. И вот я сейчас смотрю журнал, который был выпущен к вашему юбилею, но несколько лет назад. К прошлому юбилею, так скажем. 80 лет, да. Ну, вам и не дашь 85. С вашей доброй энергией, с вашими добрыми делами, с вашим таким теплым отношением к людям, просто о годах забываешь. И я вот прочла такие замечательные слова. Всегда мужчины украшали ум, сила, добрые дела. Из этих добродетелей едва ли судьба вас в чем-то обошла. Ведь это про вас? Про нас. Вот наверняка сейчас, думая, вспоминая начало своей жизни, да, вот уже осознанной, вы думаете, я так предполагаю, о том, что все правильно сложилось, и то, что вы стали человеком военным, дисциплинированным, оно должно было случиться благодаря вашему характеру. В этом году я юбилей не должен провести, потому что 15 июня, в прошлом году, я родился 15 июня, и 15 июня умер мой брат. И все, я и не хотел. Но создался оргкомитет тех людей, кто в моем подчинении был, когда-то в Советской армии, они решили мой 85 лет отметить так. Благодаря их вот они приезжали. Вот это самое главное. Вот люди приехали, главнокомандующие войсками противозрожных, в Хосминской силе поздравил, прислал благодарственное письмо, оттуда напечатали газеты «Красной звезде». Это их идея. Так что в этом отношении, всю жизнь, если бы я как-то не так делал, они не пришли бы, понимаете, вот они выступали и там рассказывали, и все удивлялись, наши руководства, о том, что много не знают, то, что они знают об моей службе, о моей работе, общественной. И такой работы знали в Кабрини-Балкаре. О военной службе только там, и в 32 года я служил, в войсках противовоздушного обороны, вот они пришли доложить. Поэтому, конечно, мы всегда старались, чтобы быть человеком, понимаете. Вот самое главное, что ты требуешь от человека, ты должен сам исполнять. Вот по отношению пьянки. Я в жизни даже один на никол не принял алкоголь. По отношению наркомании, я в руках никогда не держал. По отношению этого честности, порядочности, я никогда от них опекал. Когда я приехал сюда, мне назначили директором рынка нашего, этого рынка, ее так назначили. Долго-долго говорили, по моим личным делам, личные дела коммуниста, пришло в Харьковом партии, Харьковом партии привлечения туда поставили. Я 16 дней ходил на эту, какая-то у нас разведка звучала, что уже ни к чему. Всего 11 дней проработал. Я ушел. Ушел, потому что это не мое. На этой юбилей самый большой подарок мне, знаете, что было? Не то, что мне что-то дарили. Самый большой подарок был. Женщина позвонила, Болговещенская. Знаете, Болговещенская? Болговещенская. В Дальний Восток. Позвонил и говорит, я ее никогда не видел. На выпуск он холостым выпускался. И говорит, спасибо вам за то, что вы меня воспитали. Откуда ты так выкладываешь, что мы же говорим, все от нас с тобой, как молча. Вот. Вот это самое главное. Поэтому я всегда говорю, самый большой орден – это уважение людей. Вот это самое. А то, что люди, это висят, вот это грамот, у меня 703 грамма. Понимаете, я вшей сложности начинаю со службы. Понимаете? Это не то. А вот уважение людей. Вот сегодня идешь по городу, все здравствуют, здравствуют, все нормально. Любой человек позвонит, вот сейчас, любой человек позвонит, я должен просто пойти посмотреть. Если законно требует человек, все должен делать, пойти к нему руководителю, чтобы этот человек удовлетворился. А если незаконно, я хочу сказать, это нельзя, это не возможно. Не нервничай, остановись, не тревай. Поэтому у нас такой лозунг, девиз у нас такой, к нам люди приходят со слезами, от нас уходит лук. Понимаете? Хороший, правильно? Мустафа Камалыч, ну все-таки хочу спросить. Вот вы, так скажем, сельский паренек. Да. Жили в селе, закончили школу. Ну вот откуда у вас такое было стремление быть военным? Может быть, мама сказала, вот это хорошая профессия. Может быть, папа сказал, знаешь, в будущем тебе будет хорошо жить, сыночек. Вот как, почему это случилось? И вы столько лет служили, и где вы только не были. Да. Семья наша большая. Мать родила, ну много родила, живых было, из которых я знаю, семь человек. Матюшка наша умерла в 38 лет, оставив семь человек, два месяца, в самом, только родила она, да, и пятнадцатый старшим брату. Все, вот эта семья. Отец вернулся, отцу сразу в армию не призвали, а когда к нам дошла война, его своим мешаком забрали, оружие его забрали. Он до освобождения, кавадин Балкарии, там, все эти, там воевал. С Кунделена жил? С Кунделена, да. Вернулся он в своем, я жил в Кунделене, понимаешь? Балкарцы вышли, нас, мы остались, у меня отец был адекистанец, мать Балкарка, нас оставили, мы остались здесь жить. В школе, у нас было, в Кунделене, семилетняя школа. Все. Нас приучили, вообще-то мне, труду он приучил, дед мой, отмазай, Хачевикир Мишаевич. Вот такой замечательный, этот человек, для меня это гений, человек, по той, не имея ни одной класса образования, он никогда не держал, ни коровы, ни чего-то такое, что если не давал, два-три ведра молотова. Он такой, танкционер, да, вот он все делал, вот так нормально, всех с половиной делал. Вот он мне приучил к труду. Восьми лет уже я трудился, девяти лет уже косил. Вот, понимаете, девяти лет нам давали полот, кукурузу, полот, окучивать картошкой, каракши там, вот, вот это нас получили, понимаете, нет. Руки я делал на ящаке, вот не поверь, никогда не было свободно. Время, с утёгу пробежал, два брата нас, мне восемь, ему десять. Пошли в лес ищет там. Эти дрова отец продавал, ну там, там даже не было газа, продавал, понимаете, на это хлеб покупал. Вот так вот мы жили, трудно жить. умирает мать, остаюсь я. Отец меня хочет делать, отец мне хочет делать, и, как он называется, портного. Почему? Потому что мне какие-то спасонцы были. ноябрь, и до мая, матушка моя шила где-то 200 шапок, 115-200. Вот внутрь шапки делал я на машине, зинкер, у нас была машина, вот это всё, я вот пацан сижу, делаю, понимаете, проучился, вот так, что вы хотите, в Великой Тесной войне пацаны сидели на ящиках и станках работал. Так им у нас танков не было, мы этим занимались. Вот к такому труду нас приучили, мы с детства приучены к труду. А когда Гаврилина Кондреса, да, почему стал я офицером, в 1943 году, в 1943 году, в июне вместе в наше село приезжали первые герои Советского Союза Олимпийс Султанов. Красивый парень, знаете, какой красивый парень был? Мужчина, старший капитан, это у него красивый китель такой, я вот где-то написали, вот так вот взял, подержал, подошел, сказал, я буду летчиком. Понимаете, 10 лет мне было, 10 лет было, вот я буду летчиком, летчиком я не стал, мне подбил вестибулярный аппарат, вестибулярный аппарат подбил, значит, ну я стал военный, противовоздушный оборону, все же таки, противовоздушный оборону, военный, все, я стал, пошел, учился, закончил, да, потом я переехал учиться куда? В Аксенгесе, в Аксенгесе, жил, не поверите, котельной, школьной, и никто не знал, на салоне, сам себе готовил, ходил, собирал кукурузу, после того, как уберегал, колхоз, сушил в этой котельне, машинки были во время войны, которые крутили, вот так вот, кукуруз сделали, и курпу, шугунок в этот котел, и там варил, и кушал, это был гейт, он старый, участник войны, кочегаром там был, и Александр Данилович, Берещага, это такой замечательный человек, он только свинин не ел, а я не ем, он мне бубу кормит, а я не ем, так вот представьте себе, что вы знали, как вынушить надо человеку, один раз все-таки был голодный, я все-таки съел его борщ, вот я вот там жил, до 8-9 класса, очень тяжелый, но как потом видеть, что я ослеп, от истощения, мне пристроили детский ясли, 10-й класса, мне был кайф, я ел детский ясли, а вот этой поларихой детской ясли, сын, 10-классник, призвали в армию, в 45-м году, он не вернулся, она мне хотела установить, она за мной так ухаживала, потом я, конечно, благодарил, когда я закончил, училище медали подъемные, я на этой подъемной купил самый дорогой костюм в Москве и привез этому, этому, Александра Антонимовича, Берещага, он говорит, за что мне такое подарили, никогда никто такой, Мальбахов не носил, такой, вот за то, что вот ты человек, вот так, вот так вот, я жив, так закончил, вот училище, училище там. А вот поступать, поступить, наверное, сложно было, у вас трудное детство было, вы работали, вы помогали семье, вы старались выжить, и чтобы поступить в военное училище, ведь это надо было такую какую-то и физическую подготовку иметь, и знать историю, и другие предметы, как вот вы умудрились? Сейчас скажу, у меня одна тройка была, а сами все учились. Учились хорошо. Да, тройка по-русскому, я русский язык, вообще сейчас тоже, сейчас я сам изучаю, я русский язык каждый день, без словаря, слово ожогло мне здесь, да, потому что русский язык я не изучал, ее надо изучать до седьмого класса, а до седьмого класса, восьмой приехал, уже ученый, литературу знал на пять, когда в училище поступал, все экзамены знал на пять, а потом мне пригласил мой депутант, красный, а я говорю, я красный не писал, ошибок сколько было, но когда доложили, этого никогда, этому не забудут, генералу, начальнику училища, принимайте этому, принимайте его, мы его научим, вот так, так что, я же думаю, на ящике мы учили, свои уроки делали, да. А куда вы поступили? В Гомельское техническое училище, Гомельское, это Белоруссия? Белоруссия, и три года летом, почти нам 15, надо было месяц отпуска, да, нам давали 15, остальные целый лет, и мы восстанавливали, восстанавливали год, я три года, 51, 52, 53 год, восстанавливали, после военных, да, и я медали, мне медали прославляют, за то, что знали, потому что я там работал, да, в Белоруссии, такого народа, как белорусского, я никогда не, пускай меня изменят, меня и близкие народы, но такого прекрасного народа, трудоредливого народа, как Белоруссия, я не видел, я очень уважаю этот народ, белорусский народ. А почему стал спортсменом, то вот физически, так вот, никогда лыжи не было, трубника не было, ничего, был топор, был кагомотыга, был коса, был вилла, понимаете, были ноги, была спина, все вот это труд, вот труд, да, когда училища приехали, же первый же квартал, когда, и профессионально приняли на лыж 10 километров в Белоруссию, да, это в декабре месяц. Леса была. Да, да, я не могу, никогда лыжи в ногах не держал, я лыжи на спины и побежал, перегнал новых лыжников, тогда мне сборнули белорусский округа на 10 километров, я был чемпионом, чемпионом локомотива, все локомотивы, был чемпионом побега на 10 километров, вот так, где-то сночки там лежат, кандидаты, так-то, так-то, но по спорту я не пошел, я больше спорт не люблю, очень люблю, хотя наша энергия, вот это мы, поэтому сегодня говорю, вот строить, как устроить, площадки, не надо, вы трудовые строите, чтобы люди косили, люди трудились, люди копали, чтобы ни одной травминки еще не пропадали, всю траву, соберите, сделайте, мы же собирали, листья с деревьев собирали, чтобы этот, как его комет, коров, а сейчас сколько травмы пропадает, а с него силы сможет, никто этим не хочет заниматься, вот так, поэтому сейчас, говорят, работают, идите, ущелье Чигемское, идите, ущелье Чирекское, ни одной, как бы, но я не видел, а косите, а там же трава, знаете, какая трава? Сочная, да? Сочная, цветы, вот я был же недавно, поднимался, посмотрел, как красиво, зато красиво, 123 цветов посчитал я, вот из разных цветов ходил, и шокая, по своим старым местам ходил, где косил сено, и в Лашкуте косил, и в Лыме косил, и за югу косил, и в Индире косил, зарабатывал, вот так, постепенно хлеб, но было трудно жить, детство было очень трудно, чисто. Кстати, вот детство трудное, да, но вот вы могли, вы смогли, это не каждый человек в том, в том вашем возрасте, 12-13 лет, так бы себя вел, он бы сидел, бы ждал, пока ему принесут, накормят, напоят и так далее, вы просто другой. Мустафа Камалович, а вот по окончании Гомельского училища, где вы были, в каких местах вы служили, что вы видели, я думаю, что вы были в разных местах и много интересного запомнили. Вот мне 20 лет, в 53-м году, я 33-м года, сколько лет, 20 лет, мне назначают сразу командир радиолокационный рот, эта работа находится 37 километров от единой дороги, в районном центре Бакур Саратовской области, я туда приезжаю, самый молодой солдат, который я принял, там 127 человек, принял рот, самый молодой был на 4-3 года старше меня, вот так вот, а я вот пацанам, да, вот так вот, это люди, 42, последний призыв, последний призыв армии, последний призыв армии, служили по 7-8 лет, с 27-го года, понимаете, они не воевали, но им пришлось, потому что, когда сократили армию, их оставили, они охраняли, не делали, сразу же, когда война кончилась, вот сегодня война кончилась, под ружьем было 12 миллионов человек, если за всю войну мы прозывали 34 миллиона 500 тысяч человек, встали в ружье, то последний день войны, когда Берлин брали, в армию служило 12 миллионов, это огромное, с количеством месяцев, поэтому, а потом, и потом пошли, 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 12 месяцев не нет, 12 месяцев не нет, за это время, 12 квартир же получили. Ну, это же, а как потом личная жизнь сложилась, женились, что было, как? В 20-м я женился. 20 лет? Нет, давай так, да, 21 не было, я женился 1 июня, а 15 июня, 21, в 54-м году, я уволился, в 53-м году, я уволился, когда уволился, повторяю, я же, получил квартир здесь, устроил ее, и ушел в сторону, чиниться на молодой, родила на меня троих сейчас, тут еще мне троих, и то у меня 5 детей, две дочери, сын, дочка моя, младше, закончилась на молодой, медиа, 3-3-й школе, закончилась, как раз, антиплом, ленинградский, этот, университет, ленинградский, государственный университет, потом, параллельно, учился в Финляндии, получила образование, магистрский, маклавар, не знаю, как ее называют, там, потом, два года учился, изучила финский язык, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за Колумбию, он считается самым лучшим программистом, он, конечно, материнский университет, он сам боготовый, у него есть такие состоятельные, близнецы, у него, этот брат еще холостой, вот, такой, младший сын, который в Шамиле, он в Москве живет, у него ребенок один, второй сын, который второй женой, старше здесь, у него там двое детей, так что в этом отношении, два года, жена живет, первая любовь, Николаевна, там со своим адуком, второй внук живет, с дочерью моей, Ольгой, он живет, это, тоже свой дом, все устроены, сладкий гостей, мы не богатые, не бедные, мы советные, мы не варевые, никто никому не заведует, что имеют, это уж, трудятся, я их получил, это трудно, вот и все. Вот вы сказали, в 1953 году вы уволились, да, не, мы уволились в 1982 году, а вот я поэтому удивилась, в 1982 писателе, тогда я училище закончил, училище, я поэтому удивилась, потом я поступил в академию, после этого академии, в 1971 году поступил в академию, самая большая, ну, так, академия, солидная, противокосмейство, подвластушной обороной, имени Жукова-Калининская, академия, она сейчас существует, там все, все, вот, иностранцы, потому что это относится величайше, этой академии, да, я ее закончил, закончил я ее до срочного, в 1971 году поступил, с ее счетом закончил, потому что надо было до срочного, там, должность в наставчале, надо было кончать, тогда это, ну, день и ночь учился, нормально, потому что в войсках, когда в войсках служишь, знаешь, что творится в войсках, знаешь, ту технику, которую, а там, кто же техник изучает, знаешь, здесь, там было легко учиться, первый год было очень тяжело, когда шло, такие, самое трудное удалось, сдавался, я еще английский язык никогда не изучал, а надо было ее изучать, английский язык, надо обязательно, академия кончаясь, знать, чтобы читая американские, эти какие-то, ракеты, самолеты, мы должны изучать, вот этим, этим у нас учили, поэтому, вот, и вот закончил я, потом я поставил, меня отправили оттуда, я был начальником, управлен на мою подготовку корпуса, попросили, чтобы приехал я в это, на молодежи, чит, Корсоярск училище, и вот там, 8 лет пробыл, и готовил, вот этих людей, которые приехали, попросили, да, вот они, генералы есть, доктора наук, из кого только нет, вот они закончили, да, есть и мамы такие, которые не пошли, которые не так пошли, у тех, жизнь сложилась, а это где-то процента 3-4, я почти всех знаю, понимаешь, держим под контролем, а есть которые, пошли по нормальной пути, нормально строить, вот так, вот парень приехал, генерал-итран, в администрации этого, президента работает, все, он достиг, получил, так же контакт, как и геет, это училище, потом академ, так что, это зависит от человека, моя хорошая, от человека, если человек хочет, так, и мы тоже, мы здесь тоже, можно прийти, и показать, разве могут нам всем плохо работать, такое мебель, такое помещение делать, как нас говорит, и последний раз пришел, а хоботый, ну раз, Борис говорит, мы как департамент, так вот, понимаем, понимаем, что вот это, что 23 человек, 3000 человек, мы под контролем, держим, понимаем, что у нас привычный, петровый, заинозас, на днях, поздно вчера провел семинар, семинар провел, вот, рассказал им, как, что, к чему, все, подготовил, все, капитально, вот, документация, все, и в каждой передаче, что должно быть, как должно быть, чтобы все, знали, как должно работать, все, учет, учет, все, если мы работаем, а если не хотите работать, уходи, здесь надо работать, с сердцем. За время службы Мустафа Камалович награжден орденами Красной Звезды за службу Слава Нации Серебряная Звезда, медалями за безупречную службу 1, 2 и 3 степени. За воинскую доблесть Мустафа Абдулаев имеет более 30 ведомственных медалей, награжден орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. Мустафа Камалович был избран председателем Нальчевской городской ветеранской организации. За короткое время он сумел превратить ее в единый организм, вывел число лучших общественных организаций республики и, пожалуй, одной из лучших в России. Ветеранская организация была совсем в другом месте. Вот вам предоставили, ветеранская организация предоставили такое замечательное помещение. Это очень приятно. Все-таки, когда оно есть, это все-таки забота о ветеранах. Конечно. В первую очередь вы заботитесь о ветеранах и стараетесь все для них делать. Правильно же? Вообще, вот залог успеха вашей работы здесь. У нас самое хорошее взаимоотношение администрации. С его департаментом управлениями. В любое помещение, в любое управление я приду, двери передо мной открываются. Вот, не успею зайти прием заместителя, который мне сейчас звонил, улыбашиваю, слушай, и стал пустояницем, не успею я зайти в камеру. Она бежит, открывает, заходил. Какое бы совещание ни было, он сказал мне, Мустафа Камалыч появляется, сразу и будет ко мне. Все, что бы там ни было. Вот такое отношение к нам, понимаете? К нам такое отношение. Но многие организации, вот университет возьмите, прекрасно, возьмите университет Апажева, Аслана, прекрасный, из Алтуду, Юрий Хасбург, прекрасный. Возьмите любого руководителя, который, они все делают для того, чтобы ветеранский институт поддержал. Вот, все, зависит от взаимоотношений между ветеранскими организациями и той организацией, где я нахожусь. Но у нас есть такие организации, которых не имеет с собой непредприятие. Вот у нас комбинар, где я нахожусь в Тагаусе. А здесь есть 124 человека собрались здесь, бывшие учителя, бывшие врачи, шахтеры. И у нас сегодня здесь организация, она заседает здесь, советы. у них прекрасный председатель. Вот это ее документация, она для всех является. Вот она занимается. В больнице ходит, поздравляет, помогает, если надо, что-то время делать, приходит, добивается. Поэтому успех, если будем работать, будет успех. Главная задача, которую вы здесь решаете? Главная у нас три задачи, которые согласно вот у нас устав есть задачи. Первая социальная пробовая защита метров, пенсионеров, всех категорий, кто у нас стоит на учет. Мы только работаем где, кто у нас стал на учет. 67 тысяч пенсионеров в городе, а у нас 23. Мы за 30, они стали на учет сами. Это первый вопрос. Второй вопрос, интернациональное духовно-нравственное патриотическое воспитание молодежи. Это самая работающая задача. Мы ежегодно принимаем. В прошлом году мы провели 102 мероприятия. Представляете, через каждые три дня почти 300 человек. 17 тысяч человек прошло. Если я поступаю перед молодежью, я считаю, сколько человек это носит всегда. вот они приходят, я сижу, я его часто вижу, вот такая картина. Шептает. Дальше мы сказали следующее, если я учу своих так, если вы идете к молодежи, не видите никогда вот так глаза, посмотрите в глаза, слушают вас, не слушают. Если не слушают, готовятся. если иду выступать, я ночью не сплю, работаю, что же мне сказать, что-то новое сказать, как поднять, как делать. Иногда столь я хотел слушать, я сожаю, иногда плачу. Да, 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 сердце ребенка надо деть, понимаешь, равнодушным не будет. Приходишь, мы говорим, как поужина, ученик столько сидит, 45 минут, правильно, больше не может быть, он приучен, правильно, тогда что получается, я больше не имею права, а бывает сейчас сидим, не мы их, они нас не отпускают, вот так затевается разговор взаимоотношений, поэтому вы них надо, наравне с ними надо быть, вот, вот, все чувства, понимаете, я не так вот пришел начальник туда, не, раз, совсем здоровый, сомневаться, доверишь всем, понимаете, вот приходишь, тебе не знают, а провожает окружает родной и близкий, вот это самое главное, мы это говорим, конечно, к сожалению, сегодня у нас многие такие кадры, они ушли, мелькие, учащие в войне, сегодня только два человека, могут два, которые могут пойти выступить, это Нина Михайловна Горасименко и Сагудин Хаталович Бак, они могут еще пойти, что-то будет, пускай, остались еще, астани, как, ну, никем приводишь и начинаешь рассказывать про его орденов и то, и то, и то, и то хорошо, но он еще приходит, таких всего девятнадцать человек, астани не ходит, все это участников войны я имею людей. Их с каждым года меньше и меньше, 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 слава Богу в этом году, 7 человек пока умерло, в прошлом году 20 человек умерло. 20? Да, в прошлом году, когда я сюда пришел, 3000 человек, представляю, это участник войны, 3000 человек, а сегодня, у нас сегодня 91, по республике 173 человек осталось, есть селение, на всю округу Ланчинска один балкарец и семь кавальдинцев, представляю, остальные русские эфричные селения, 91 человек я имею, вот это их список здесь, вот в этой парке, с каждым годом все больше, уходит и уходит. Сталинград, кто поебал, Курский кто поебал, кто Москву, кто Ленинград, кто Гузники, кто 17-я статья, кто Кавказ освободил, все тут, вот в этой парке, все, каждый человек есть, и вот такая картина. Вот Курский обед, и переди у нас дорогие, наши земляки, Курская, где хребет, сломали этого фашисту, где погибли миллион, сотни тысяч людей, где почти все, танки, танков уничтожили Германию, да, потом они уже не могли идти, как раньше, танки, впереди все. 75 лет исполняется парк, в июле, вот сейчас начался, и 23 августа конус, вот 23 августа приглашаю вас, постараюсь, проведем в этом зале, где вы были, заседание, мы торжественно столбчик накроем и пригласим, 9 человек осталось сегодня, Курчан, и насын, кто может прийти, придет, а кто не придет, мы к ним обязательно пойдем, мы их поздравим, поздравим, а белорусов у нас там 7 человек, я 3 июля каждому позвонил и поздравил каждого, 3 июля, это не годовщина, просто освобождение Белоруссии, какой парад был в Минске, да, парад им капитана, еще паренька Лукашенко стоит, нормально, все идет, и нет, нормально, вот так, вот так живем. Вы очень активно принимаете участие во всех главных мероприятиях республики, ведь куда мы не приедем, где не бываем, всегда видим вас, это уже вот как знак, как символ, что ветеранская организация живет, процветает, потому что все идут за вами, вы вот просто, как вот вожак, в хорошем смысле этого слова, старайтесь всем помогать, и я думаю, что многие на вас равняются, вообще, откуда эта энергия у вас, откуда она берется, ведь человек иногда может проснуться, от народа, уважение народу, любовь к народу, любовь к людям, приема, потому что, понимаете, вот сегодня, вот бывает тогда, у меня без давления, приходишь туда, молодец, все, все, не надо никаких лекарств, понимаешь, сразу с тобой, вот честное слово, вот такая, потому что ты себе настраиваешь на ту волну, воедну, люди в снегу, грязи, болоте, никто почти не болел, вот я статей изучаю, сколько, понимаете, так здесь, а я говорю, я тоже как на войне, понимаете, значит, вот когда они не болели, очень мало кто болел, простуду, очень мало было таких, все ранены, только ранены, ранены, поэтому сила берет, за то, что знаешь, что зачем пришел, зачем делаешь, зачем, ну 85 лет уже пора, да, ну черт возьми, я... Но это не про вас. Вот в 61-м году, в 51-м году я начал, например, да, вот сегодня сколько лет, 67 лет трудового стажа, непрерывно. Вот я здесь работаю, еще ни разу в отпуску не был, нормального отпуска ни разу не был. Вот, вот с 2003-го, это 2004-м году я был председателем, а в 2000-м году я пришел сюда, председателем комиссии, поработает ветераном военной службы. Вот, поэтому, так, такова, такова жизнь, и есть такая, и статья где-то напечатана, такова жизнь военного человека, где я там, мне тоже, как бы снимают, газеты напечатаны, тоже вот, я говорю, что мы такие военные люди. Нет, но очень приятно, что к вашему юбилею вышли статьи в газетах. Вот, Кабарья Балкарская правда, настоящий полковник, красная звезда, очень значимая газета. Мне любила их, вот это. Да, командир, педагог, наставник. И мне вот здесь понравилось, что они вынесли такую фразу, ну, можно сказать, почти в заголовок, энергия полковника в отставке Мустафе Абдулаева могут позавидовать 20-летние. А ведь на самом деле это так. На самом деле, вот вы вершите хорошие, добрые дела, те дела, которые помогают людям. А ведь это главное, это самое главное в жизни. Это наша жизнь, для этого мы работаем. Вот каждый государственный учреждение, каждый общественный деятель, каждый человек должен, думая о человеке, о человеке, понимаете, о народе должен думать, понимаете, нет. Вот для мне, вот там происходит счастье, нет, вот там, мой обмен. Нет, надо мне, счастье такое. Если я утром, рано встаю и думаю, одеваюсь, слушаю, и бегом, иду сюда. Потому что у меня здесь все нормально, работа нормальные люди. А вечером, я заканчиваю, что здесь работал, докторированный, бегу домой, мне, нет, домой бегу. Иначе у меня там там, там семья хорошая, значит, я туда бегу. И высшей счастья нет. Значит, мне там в семье порядок, значит, мне на работу порядок, значит, меня там уважают, здесь не уважают, я здесь всех уважаю, там всех уважают, все, здесь обо мне забудут, я не забуду, я здесь. Вот, тогда будет так нормально, понимаете? Вот это и есть счастье. Несколько лет назад я просто вот шла в районе Горной, там, ну, по улице Кирова, там, допустим, да, где-то там, и смотрю, а уже это было, было то ли 9 мая, ну, какой-то праздничный день, я смотрю, вы идете в наградах, в форуме, такой красивый, интересный человек, я просто на вас, ну, мы не знакомы были, со стороны на вас посмотрела, и вот вы какой-то шли морально успокоенный, я не поняла, домой вы идете или куда-то, пробежали детки, оклянулись, посмотрели на вас, вы это и не помните, но вот вы у меня в глазах, вот так остались на долгие-долгие годы, я посмотрела на вас, посмотрела вам след, вы так вот спокойно, степенно идете, вот такое ощущение, что вот все, что произошло, ну, это было, может быть, 3-4 часа дня, вот за это время, думаю, вы, наверное, шли вот с таким спокойным благородством, о проделанных делах за этот день, и я это запомнила на всю жизнь. Ну, я желаю своей республике, самой, мои земляки, соплеменники, соотчетственники, лучше земли на свете, я вам говорю, говорил, говорю и буду говорить, земля у нас прекрасная, у нас все, горы, египы, родники, воды, равнины, деревья, ягоды, и лесные, и такие, и такие, все у нас есть, больше земли нет на свете, представляете, так, живите на этом, земле дружно, так что будем трудиться, будем создаваться, не будем, нам ничего не надо, нам арбитр не надо, нам премии не надо, нам деньги не надо, ничего нам не надо, надо работать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok России. Поэтому нам очень приятно, что такой приличный, очень хороший, очень мощный перинатальный центр, который создан в Нальчике, будет иметь своего зрителя. И хочу сказать, что действительно, этот перинатальный центр настолько оснащен великолепно, настолько здорово сделан. Все здесь для мамаш, для младенцев. Очень хороший центр. И поэтому нам очень приятно, что наша работа, работа ОРТК Нальчик, пойдет по каналам Российской Федерации. В начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тысяч почти. Мы эту ситуацию переломили. Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная. Материнская почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. Субтитры создавал DimaTorzok Люди всегда дети своих матерей. У каждого есть мать. Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир. Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. Вот что насыщает нас любовью к жизни. Сюда не впускают мужчин, разве только врачей, но выходят отсюда пахари и космонавты. Женщина прикусила губы от боли. Разве знала она, что и сама родилась вот так в мяках. Да и кто из нас помнит об этом? Ударит по стенам и в оконные стекла детский крик. Вот так мы говорим Земле. Здравствуй. И как важно, как же это важно, чтобы новорожденный человек сразу попал в добрые руки, попал в объятия светлого и доброго общества. Это федеральная программа, принята по инициативе Владимира Путина. Центр построен на федеральные и республиканские средства. Мы сделали с нуля новый проект. Здесь уже не один корпус опять. Это высокотехнологичное современное оборудование. Более ста сотрудников прошли переподготовку и узкопрофильную подготовку. Нам нужна была высокая степень готовности, а не так, что сегодня родили, а завтра закрыли. Мы это не можем себе позволить. Я благодарен министерству здравоохранения, которое ведет все эти проекты под эгидой правительства. Из Москвы специалисты, из Санкт-Петербурга. Подрядные организации добросовестно поработали и общими усилиями нам удалось этот центр реализовать. В республике средняя рождаемость по году от 12 до 13 тысяч. Мы можем обеспечить здесь поэтапно увеличение койко-мест. Это будет большой республиканский центр, где по оценкам специалистов могут получить родовспоможение до 10 тысяч женщин. У нас за историю республики это первый такой большой комплекс. Раньше эти корпуса, наверное, назвали бы роддомом. Теперь их официально величают перинатальным центром. Специалисты утверждают, что он лучший на юге России. А может по всей России. Да и в мире, пожалуй, осталось среди лучших. Его площадь 35 тысяч квадратных метров. Целый городок для новорожденных и их мам. Да разве же это просто квадратные метры? Самое современное оборудование для диагностики. Лучшие на сегодняшний день технологии для выхаживания младенцев. Здесь каждый сантиметр пронизан любовью и добротой к детям и их мамам. За деньги, потраченные на строительство этого уникального центра, возможно было бы построить еще один комбинат по переработке плодов и овощей. Металлургический завод. Какую-то очень нужную фабрику. Но ведь построили перинатальный центр. Да еще такой великолепный. А что говорят мамы? Спасибо всем большое. Внимание очень серьезное оказывается. Конечно, со старым роддомом не сравнишь. Здесь очень хорошие условия. Как для мам, так и для новорожденных. Продумано все до мелочайших деталей для удобства и мамы, и ребеночка. Могу сказать, что самые положительные будут воспоминания о данном центре. Масштабы этого учреждения поражают взгляды. Настолько здесь удобно и хорошо, комфортно. Отдельное спасибо нашему руководству республики за то, что создают такие условия. Очень приятно, что есть такой центр в республике и что не надо никуда ехать дальше. Возглавляет это современное медицинское учреждение Алена Азретовна Гаева. В свое время, оставив высокий пост, она пришла сюда, в центр. Строила его. Затем под ее руководством оснащались операционные, процедурные и лечебные кабинеты с современной аппаратурой, техникой, приборами. Пригласила на работу врачей разных специальностей, часто с учеными степенями. И вот получилось то, что мы имеем сегодня. Наша Алена Азретовна. Ласково называют ее здесь многочисленные мамы. На сегодняшний день в центре есть все необходимое для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи матери и детям. Это детская реанимация, которая оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет максимально бережно оказывать первичную реанимацию новорожденному и дальнейшее выхаживание ребенка. У нас современная аппаратура сейчас. Это самые лучшие, не побоюсь сказать, на сегодняшний день в мире инкубаторы, которые позволяют выхаживать таких маленьких деток с экстремально низкой массой тела. Сюда поступают детки непосредственно из родзалов и операционных нашего центра. И будут поступать дети из районов республики. Тяжелые дети, куда выезжает наша выездная реанимационная бригада. И транспортировать будем деток на себя. Очень важно, что мы теперь имеем два реанимобиля. Это две выездные реанимационно-акушерская и неонатальная бригада для оказания помощи женщинам и детям за пределами города Нальчика, да и в городе Нальчике. Реанимобили оснащены всем необходимым для оказания всего объема медицинской помощи и новорожденному, и маме. В максимально короткий срок решается вопрос о транспортировке ребенка и мамы в перинатальный центр. Консультативно-диагностическое отделение нашего центра – это, наверное, первый этап оказания медицинской помощи в нашем республиканском перинатальном центре. Наверное, это самый важный этап, потому что это первичное звено, и, конечно, все приходят со своими проблемами именно к нам. И вот наша задача – все это правильно, своевременно распределить и оказать эту помощь. Поликлиника перинатального центра обслуживает всех женщин, желающих получить услугу в программе ОМС. То есть каждая женщина, имеющая полис, может обратиться к нам и получить всю необходимую помощь. Родоразрешаться у нас могут любые женщины. Все жительницы России со страховым полюсом, не только жительницы Кабардино-Балкарии поступают к нам, даже и за границей жительницы поступают. Платных услуг мы не оказываем. Все услуги абсолютно бесплатные. Проблем с госпитализацией у нас никаких нет. Мы никому не отказываем. Все женщины в родах могут у нас родоразрешаться. Мы приветствуем то, что мамы находятся от момента рождения ребенка вместе с ребенком и в реанимации, и в отделениях. То есть мама, конечно же, должна находиться всегда с ребенком. Доктора и медицинский весь персонал обучает маму, как ухаживать за ребенком, как правильно с ним общаться, прикладывать к груди и так далее. То есть все необходимые навыки для того, чтобы был полный контакт матери и ребенка. Это очень важно для малыша и, конечно же, для мамы. Здесь хорошо, что ребенок находится вместе со мной, что он пребывает с мамой, больше адаптируется со мной, дома будет легче. Условия шикарные, видно сразу. Начиная от дородовой, потом операционной, послеоперационной. Все шикарное. Когда я узнала оперинаторном центре, не ожидала, что настолько высокие возможности у этого заведения. И возможность не только для сохранения детей, для выхаживания, но и для помощи, для вспоможения женщинам. Просто огромное спасибо всем, кто для нас, для наших кавказских женщин сделал эту больницу. Больше я ничего не могу сказать. Большое вам спасибо. Я от души вам говорю. Вот родился мальчик весом в 5 килограммов 700 граммов. Богатырь родился. Счастье ему. Функция перинатального центра это, значит, сопровождение женщин с высокой степенью риска. То есть проведение лечения, профилактика каких-либо осложнений, родоразрешение и послеродовый период для женщин с высокой степенью риска. Но, конечно, если поступает женщина, которая хочет родоразрешаться только в перинатальном центре, либо она уже в родах, конечно же, перинатальном центре никогда ей не откажут. Счастливые папы приехали за своими маленькими красавицами и джигитами. Освободившиеся светлые палаты уже занимают женщины, готовые стать мамами. Им дарить миру будущих воинов и музыкантов, поэтов и хлеборобов. Ах, эти мамы! Поклонимся им! Искандер и Гомер – это все ее дети. Каждого она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана. Вся гордость мира от матерей. Няня берет на руки пищащий кулечек и заходит в палату. Будущим Багратионам и Тимиркановым нужно материнское молоко. Люди говорят, этот будет поэтом, а эта – артисткой. И как они узнают об этом? Как только узнают? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»